3 июля, исполняется 80 лет со дня образования Государственной Автомобильной Инспекции Республики Беларусь. Мы очень рады приветствовать наших уважаемых гостей. Ну вот, красавица известная, календари, улицы наши, много лет украшает она. Начальник пресс-службы УГАИ, ГУВД Минго-Росполкома Жанна Юран и заместитель начальника УГАИ, ГУВД Минго-Росполкома Андрей Зырянов. Жанна, Андрей, доброе утро. Андрей, вы тоже очень симпатичный. Спасибо. Вы тоже очень симпатичный. Просто мы все про Жанну, про Жанну знаем. Конечно. Нет, я люблю, когда красивые люди делают эту работу. Тогда не так страшно, с юбилеем. Прежде всего, позвольте, да, поздравить. Да, не просто с наступающим. Когда конкретно это получается? 3 июля. 3 июля. Мы поздравляем с наступающим юбилеем и также поздравим всех действующих сотрудников. Уважаемые сотрудники, мы будем стараться, и вы старайтесь, и все у нас будет хорошо. И ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья и успехов в нелегкой службе, потому что действительно нелегкая служба, особенно сейчас, когда жарко и все очень нервно. И это тоже, в общем, откладывает, наверное, отпечаток на состояние людей, водителей, пешеходов. Но уж така у вас работа. Давайте разберемся, какие все-таки 80 лет, да даже 10 лет назад совсем другая ситуация была на дорогах. Какие сейчас цели и задачи ставит перед свой ГАИ? Вот что вам на планерках говорят? Ну, основная цель работы Госавтоинспекции, это в первую очередь, это снижение аварийности, снижение количества раненых, погибших на наших дорогах. Это, ну, основная наша задача, на которую мы все заточены. Не на количество протоколов, у нас нет цели всех оштрафовать. Наша цель, чтобы как можно меньше людей пострадало именно в этой сфере деятельности, как дорожное движение. Поэтому, ну, вот все, 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 наша работа. Все, вот вопросов нет, да, в этой... Ну, скажите, вот говорят, что всегда все знаки на дорогах ставятся, когда происходят какие-то трагедии человеческие, да, и тогда, ну, так говорят в народе. Мы выражаем вам народ на ней, что говорят, вот, а почему здесь? А потому что здесь было столько-то, здесь было только... Это как, знаете, тропинка, нужно протоптать, пройти там, чтобы сделать там тропинку, где тебе удобно. Это правда? Скажите, насколько вот изменились водители, характеры, поколения? Вот изменилось или все всегда одинаково? Ну, вот, к сожалению, трагедии вот такие, это вот так? Ну, конечно, изменилось. Изменился наш город, изменились водители, изменилось количество водителей на дорогах. Конечно, к этому надо подстраиваться, в том числе и госавтоинспекции, менять уличную дорожную сеть, менять дорожную инфраструктуру, чтобы наш достаточно компактный и очень населенный и в настоящий момент очень-очень автомобилизированный город не остановился, не было на дорогах у нас много происшествий. Хочу сказать, что город Минск в настоящий момент уже такой в лиге, были намного таких безопасных, хороших городов. Мы обошли всех наших соседей по количеству происшествий на количество жителей. Это один из важнейших. Беларусь, когда выезжает, например, в соседние страны, да, на восток, на юг, да, всегда удивляется, слушайте, а там же на переходах-то не пропускают. А ведь давайте вспомним, ведь вот этот вот закон о том, что водитель должен пропускать на переходе нерегулируемый грех, это же совсем недавно. Ну, относительно недавно, это лет 10 только, по-моему, вот конкретные наказания за это. Я просто недавно сдавал на права, все помнят задание еще. Жанна, какие мероприятия планируются? Юбилейный праздничный? Да. Но я могу сказать, что мы весь год, весь год, так как этот именно год, год юбилейный, практически все наши мероприятия посвящены вот этому юбилею. Это и детские мероприятия, в том числе, потому что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма это одна из основных функций госавтоинспекции. И, разумеется, мы стараемся и делаем это, пытаемся воспитать уже в наших детях правила безопасного поведения. И бросать окурки из окошка машины на проспекте. Чтобы уже, когда они стали водителями, не пришлось это делать сначала, с нуля. И я могу сказать, что детей наших мы уже научили правилам дорожного движения. К сожалению, происшествия с их участием все равно происходят, и в 80% этих происшествий виноваты взрослые. Ну, знаете, как говорят, зло остановить невозможно, но всегда есть силы, способные ему противостоять. Поэтому, ну, так будет всегда, и в этом состоит ваша работа. Сейчас же новый этап, я не знаю, не борьбы, наверное, велосипедисты в моде велосипеды. То есть здесь как-то надо уже предпринимать какие-то движения на дорогу, на тротуар. Вот с этим как-то. Я могу сказать, на такие вот вопросы мы всегда отвечаем так, что для нас все категории участников дорожного движения важны, да, и одинаковые, и пешеходы, и велосипедисты, и водители автотранспорта. Ну, конечно, учитывая, что пешеходы, это наименее защищенные участники дорожного движения, то, конечно, мы для них делаем больше и в городе, и в принципе. Потому что, ну, реально, человек, когда идет, это не то же самое, что он едет и из окошка смотрит из автомобиля, отдыхает без проблем. Поэтому нужно готовиться водителям к тому, что будут уже встречаться и условия движения в городе, все будет направлено на менее защищенных, на... Андрей, скажите, пожалуйста, а какие сейчас вот чаще всего происшествия? Они вообще приходят к вам с какими-то проблемами, напряжениями? Нет, 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 я имею в виду конкретно на дороге, вот чаще всего. Ну, тут можно делить, здесь есть дорожно-транспортные происшествия, в которых пострадали люди и не пострадали. То есть, конечно, там, где пострадали люди, чаще всего это конфликт человека и машины. То есть, чаще всего. Потому что, действительно, пешеход, он наименее защищен, и любой его контакт с машиной, это уже переходит в разряд дорожно-транспортных происшествий, как у нас называются учетные, которые идут в государственную статистику. Это, как говорят, пешеход не всегда прав, но не всегда жив. Вот как-то из этой серии. Знаете, он думает, что может... Грустно, но смешно. Ну, такая вот история есть, когда я просто сама водитель и знаю иногда, что иногда гуляющий... Пешеходу надо думать, чтобы даже неадекватный, может быть, пьяный, может быть, какой-то рассеянный пешеход все равно должен остаться. Все равно он человек, когда остаться должен жить, поэтому, ну, вот, все и работают на этом. Да, но, к сожалению, вот даже когда мы детей учим правилам дорожного движения, мы должны не просто говорить, что переходи, пожалуйста, проезжая часть на зеленый сигнал светофора только. Мы говорим, переходи на зеленый сигнал светофора, вначале только убедись, что машины остановились и тебя пропускают, потому что существуют водители, которые не соблюдают правила дорожного движения. Ты даже просто не заметил, поворачивая, например, направо просто. Ну, направо, да, это отдельная история. Ну, в принципе, мы предупреждаем, конечно, детей, но я думаю, что водители-то сами должны понимать, взрослые люди, что всякое бывает, и пьяные у нас на дорогах бывают, ездят, и, в конце концов, и техническое состояние машины разное бывает. То есть, может быть, даже водитель сам захотел бы остановиться, но не получается. Но, к сожалению, чаще всего водители, конечно, нарушаются ленаправленно. На самом деле, конечно, мы говорим о очень обычной вещи, о которой говорят всегда, да, вот то, что и дети должны переходить, и окурки не нужно выбрасывать, и водители должны быть правильные, и с инспекторами, и госавтоинспекцией, и вежливые вопросы. Это все прописные истины, но это правда, Жанна. Это именно ваша работа, как начальника пресс-сужбы, говорить об этом много, потому что если это происходит, значит, ну, информации все равно мало. Поэтому, конечно, и вот мы видим деток вот на экране, вы показываете, который, отряд этот ваш ЮИД, да? Отряды юных инспекторов движения, да, это наши помощники юные. Я в школе тоже в Баргорька выходил, вот это все регулирование. Да-да-да, там были маленькие машины. 44 года уже этому движению. Ну, вообще, вы знаете, мы рады, что вы пришли, потому что это тот случай, когда... Ну, что задавать сейчас вопросы? Все все статистику знают. Просто хочется очень вас поздравить и сказать, что действительно, это какие-то трогательные истории, акции с цветочками 8 марта, это так важно. Я не думаю, что вас очень часто благодарят, наверное, все-таки, когда человек только попадает в опасность, он понимает, что вы защищаете. Я думаю, что и претензий к вам тоже очень много, потому что разный характер, разные люди и разные ситуации. Поэтому мы очень желаем вам терпения, и это действительно удивительная профессия, где нужно большое терпение, особенно у тех, кто общается каждый день с людьми, которые с работу на работу, в больницу, из больницы, знаете, разные обстоятельства. И, ну, тоже, пожалуйста, желайте своим сотрудникам тоже, чтобы они имели терпение к гражданам нашего города, А я напомню, что у нас в гостях были Жанна Юран, начальник пресс-службы УГАИ ГУВД Мингородсполкома, и Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингородсполкома.